Глава 34 Во-первых, из Мазанки на бугре он переселился в дом Агабека В самую лучшую часть его с выходом в сад Куда он мог в любое время спускаться по широким пологим ступеням И безбоязненно объедать любые цветы и листья Во-вторых, к услаждению всех его желаний были всегда готовы подносы с лепешками различных сортов Абрикосами, редиской, ранними дынями и прочими плодами щедрой чаракской земли Воду он пил, только облагороженную ароматом розовых лепестков Вот до какой степени Хаджана Средин сумел убедить Агабека в истинность ишачьего превращения Агабек даже подумывал о паре для него Но встретил на пути своего замысла неразрешимое сомнение Ибо неизвестно было, из чего следует исходить в этом деле Из внешнего облика превращенного или из внутренней сущности В остальном Агабек не терял времени попусту Все его старания, все разговоры и хитрости направлены были к одному Отвратить державное сердце превращенного от Хаджина Средина И притянуть к себе С этой целью он проводил возле ишака целые дни Самолично ему прислуживал Кротко перенося ишачки безобразия Которых было достаточно Ибо приличествующее хлеву безобразно в палатах Он всеми способами препятствовал Хаджина Средину оставаться наедине с ишаком И всячески сокращал минуты их свидания Сиятельный принц утомлен Или Принц занят государственными делами Внушительно говорил он Хаджина Средину И выпроваживал его в мазанку на бугре Хаджина Средин покорно уходил Хотя ему смерть хотелось узнать О чем Агабек толкует ишаку целыми днями Когда они бывают вдвоем И он услышал Однажды придя в неурочный час Он застал их в саду поглощенными тайной беседой Стоя на грядках среди благоухающих левкоев и гвоздик Попирая копытами пленительно чистый цветочный ковер Ишак, сопя, чавкая и бурча животом Пожирал из рук Агабека дыню Ломоть за ломтем И в длинные уши ему лились коварные речи И после того усиятельный принц Нашептовал Агабек Он позволил себе неслыханную дерзость Порицать вашу царственную природу А в равной степени природу Вашего порфироносного родителя Он говорил Нет, мой язык отказывается повторить гнусности Которую он говорил Он сказал Принц сварлив и глуп Это не я Это он сказал Принц вздорен мелочен упрям И нынешние прискорбные обличия В полной мере соответствуют его внутренней сущности Не скрывается ли за этим злонамеренный умысел Покинуть великого принца где-нибудь по дороге в Каир Что еще хуже Продать погонщикам За ничтоженную плату Как самого обычного Среди прочих длинноухих Четырехкопытных И тем самым Лещить египетский трон Законного единственного наследника А еще он сказал Прячась за кустами китайской жимолости Каджан Азередин тихо удалился Незамеченный Агабеком Ночью он сказал вору Я слышал донос Плод созрел Ты как всегда действовал без ошибки Отозвался вор Скажи Какую струну в его сердце Ты избрал для игры столь успешной Зависть Из всех глупых и вредных чувств Присущих людям Это едва ли не самое сильное Есть индийская сказка Одному человеку Аллах сказал Проси у меня все что хочешь Я отдам тебе Но с одним условием Что соседу твоему дам Вдвое больше Если тебе усадьбу То ему две Если тебе коня То ему пару Что хочешь ты получить Всемогущий Прошу тебя Ответил этот человек Забери у меня один глаз Пропели третьи петухи Рассветные Вор встал Поклонился Хаджина Средину Мне пора Какие ты дашь мне поручения Что мне предстоит В ближайшем будущем Предстоит еще одно путешествие В какан Всемилостивый Аллах Каждое путешествие Это пара сапог Подошвы так и горят На здешних камнях В последний раз Сюда ты больше не вернешься А я нагоню тебя уже в каканде Что же делать Я готов Когда прикажешь отправляться Я скажу Была в саду Агабека В самом дальнем конце Маленькая беседка Здесь не было ни левкоев Ни гиацинтов Садовник никогда не заглядывал сюда Со своим ножом Плющий дикий виноград Росли свободно И обвивали беседку Перемешав листву По утра в беседке Дольше держалась Расистая свежесть Пахло мятой И сырой землей И птицы вокруг Пели дольше Ибо густая завеса Зелени не пропускала Сюда слишком раннего Солнечного луча В этой беседке Однажды утром И состоялся у Хаджина Средина Важный разговор с Агабеком Старый слуга Слепой, глухой И вечно безмолвный Принес кувшин вина И две чаши Это был единственный Слуга Оставшийся в доме Остальных Агабек отпустил Дабы не разгласить Тайны превращенного И теперь Не опасаясь доноса Он с увлечением Предался мерзостному Тайному пороку пьянства Склоняя к тому же И Хаджуна Средина Сегодня Начал с утра Хозяин Ты плохо Выполняешь Поручение Принца Сказал Хаджана Средин Принимая Из рук Агабека Чашу Налитую С краями Близок мой отъезд А ты до сих пор Еще ничем Не подготовил Меня к принятию Должности Визири Дворцового Казначея В Египте Разве ты думаешь Уже двигаться? Но дорога В Каир Не близка Но совсем Недавно Ты говорил Что не примешь Должность Визиря Ты думал О своих Ученых Делах Об уединенном Жилище И скромном Пожизненном Доходе Ну я и сейчас Думаю Но султан Ведь может Не согласиться На это Скажет Принимай должность Или отправляйся На плаху С ним не поспоришь Вот я и решил На всякий случай Приготовиться К должности А Габек Беспокойно Замигал Мутными Глазами И засопел А тайная Комната Напомнил он Об этом Как раз Я и хотел С тобой Побеседовать О наилучших Способах Избежать ее Ты многоопытен И мудр Научи меня А в награду Клянусь Я пришлю тебе Из Египта Кальян Отделанный Золотом И серебряный Кувшин Для вина Кальян И кувшин Это было все равно Что пообещать Жаждущему В пустыне Две капли воды Не кальян И не кувшин Меречились А Габеку А дворцовые Подвалы В Каире Полные золота И кроме того Еще дороже Денег Почет И великая власть Ходжана Средин Сидел Опустив голову Он в лицо А Габеку Не смотрел Зато Не отводил Глаз От его рук И по дрожанию Толстых пальцев По трепету Сдутых жил Читал Все в его душе Так же ясно Как по волшебной книге Поэтому для него Не были неожиданными Слова Габека Ну Загбай А что если Ты уступишь Принца Мне Соглашаться Сразу Не следовало Пусть он Распалится Тебе Узмекнул Заходжана Средин Не такие Люди Предлагали Мне то же Самое Ну Во первых Принц Желает иметь Провожатым в Каир Только меня Во вторых А принцу Можно уговорить Кроме того Пока он В этом обличье Вещачим Можно поступить С ним И бесчестно Хочешь ты сказать Обмануть его О хозяин Вовсе не то Я подумал Но Можно его Ответ Истолковать В желаемую Сторону Поскольку Человеческих Слов он Произносить Не в силах А махание Хвостом И двигание Ушами Вот их то И можно Истолковать Поистине Хозяин Ты рожден Для придворных Должностей Но есть И второе Препятствие Ты сам Я? Чем ты сможешь Вознаградить Меня? Неистовое Желание Быть Египетским Визирем Так разожгло Агабека Что он даже Обрел в себе Красноречие Ты жаждешь Уединения? Говорил он Наклоняясь Кожа На средину Где найдешься Уединения Больше чем здесь И тишину Совершение Действительно Тишина Вокруг была Как в светлом Сне Ты хочешь Иметь Пожизненный Доход Моё озеро Даст тебе Достаточно Для богатой Жизни Да Но хлопоты С этим озером И с отпуском В воды Упирался Для вида Хаджана Средин Они будут Меня отвлекать От ученых Занятий Найми Управителя За малые деньги Он все будет Делать Сам Верно Можно ведь Нанять Управителя Как это Мне в голову Не пришло Конечно Передашь дела Управителю Тебе же останется Только собирать Волшебную Траву Волшебную Траву Оживился Хаджана Средин Это как раз Для меня Собирать Волшебную Траву Вот Вот Подхватил Агабек Обрадовавшись Что нашел Верный Ключ Его разум Давно Уже Переродившийся В хитрость Зашевелил И задвигал Всеми Своими Четырьмя Десятками Ножек Именно Волшебную Траву Ее здесь Неисчислимо Я только Не хотел Тебе Говорить Везде Растет Одну Ты уже Нашел Это что Сотая Доля Неужели Сотая Доля Прошептал Как бы Замирая Хаджана Средин Тысячная Тысячная Доля Ты еще Не знаешь Сколько Здесь Растет Волшебной Травы Агабек Подогретый Вином Болтал Уже Безоглядно Ничуть Не опасаясь Быть Пойманным На своей Лжи Ибо Перед ним Сидел Человек Ученых Занятий Следовательно В обыденных Делах Подобный Малому Ребенку И подлежащий Неукоснительному Обжуливанию Но перед ним Сидел Хаджана Средин Умевший Соединить Крылатость Души С величайшей Проницательностью Ума И вовсе Не склонный Изображать Собою Жирного Барана Для всяких Ползающих По земле Хитреньких Проходимцев Отского Следовало Бы Всем ученым Людям Всем Мудрецам И поэтому Брать пример В их повседневной Жизни Вот видишь Например Плющ Захлебывался Агабек Тоже волшебный И он Тот лопух Тоже Кругом Волшебная Трава Простой Даже И нет Все Волшебное Здесь Был задолго До тебя Один Чернокнижник Он мне Все это И разъяснил Кроме Того Здесь И камни Волшебные Прямо Валяются На земле Только Подбирай Этот Чернокнижник Увез Целый Мещок И еще Два Кувшина Волшебной Воды Я забыл Сказать Что здесь Неподалеку Есть Волшебная Вода Совсем Рядом Здесь Все Все Волшебное 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 Воды Кто бы мог Устоять Хотя На середине Согласился Да Он уступает Принца В обмен на Озеро Дом Сад И все Прочее Принадлежащее Озеру И за Десять Тысяч Таньга Сверх Того Десяти Тысяч У меня Наличными Нет Говорил Агабек Только Семь Но ведь Я должен Оставить Что-нибудь Себе На дорогу В Каир А драгоценности Что недавно Ты получил От маме Дали Напомнил Хаджан Асвегин Сошлись На пяти Тысячах Агабеку На дорогу Оставались Две Тысячи И Драгоценности А принц Не откажется Говорил Агабек Он Меня Достаточно Узнал За это Время Наконец Ты можешь Заболеть Даже Притворно Умереть Мы Все Обделаем Так Что он Ничего Не заподозрит И Никогда Не узнает Хаджана Средину Умирать Не хотелось Ни истинно Ни притворно Это Уже Лишнее Сказал Зачем Обманывать В таком Праведном Деле Попробуем Уговорить Принца Пошли Уговаривать Было Махание Хвостом Было Двигание Ушами Истолковали Вернулись В беседку Теперь Дело За малым Торжествовал Агабек Каждую Весну В наших Местах Появляется Кадий Абдурахман Из Большого Селения Янги Мазар Где он Постоянно Живет Он Разбирает Тяжбы И Закрепляет Сделки А он Сейчас Где-нибудь Неподалеку Сегодня Пошлю Верховых На Розыске Атю Закбай Приготовь Пока Побольше Волшебного Состава И Напиши На бумаге Все Заклинания Чтобы Я Не Забыл Принц Тебе Уже Вручен А Своего Вновь Приобретенного Дома Я Еще Не Видел Сказал Хаджан Асредин Пойдем Посмотрим Осмотрели Дом Он Оказался Очень Хорошим Построенным На долгие Долгие Годы Вот И Свадебный Подарок Этим Молодым Безумцам Саиду Из Ульфии Хватит Им Здесь Место Расселить Потомство Дом Алхаджана Средин Следуя За Агабеком Из Комнаты В Комнату В Доме Было Тихо Чисто Просторно Светло В Открытые Наси Шокна Щедро Лились Полуденные Лучи Растилая Хаджана Средину Под ноги Свои Веселые Коврики Сотканные Из Горячего Света И Гоняя По стенам Целые Стада Пугливо Трепетных Зайчиков Когда Ветер Летевший С сада Шевелил Оконные Рамы Глава Тридцать Пятая С этого Дня Агабек Перестал Быть Прежним Агабеком Опередив Медлительное Время Он Уже Переселился Мечтами В Каир Ко Дворцу Он Уже Был Для Самого Себя Египетским Визирем Агабеком Ибн Муртазом Харазми Уже Чувствовал На плечах Тяжесть Золотом Расчитывал Придворного Халата Уже Слышал Мысленным Предчувственным Слухом Позвякивание Медали И блях На груди Золоченый Сабли На боку Отныне Каждый Лишний День Проведенный В Чараке Казался Ему Похищенным Из его Будущего Величия Каждая Пролетевшая Минута Безвозвратно Уносила С собой Обильные Семена Всевозможных Благ И всяческих Прибылей Он Надулся Нестерпимой Чванливостью Разговоры С ним Стали Для Хаджина Срединой Истинной Мукой Своего Единственного Слугу Слепого И глухого Старика Он заставлял По утрам Кланяться Себе Себе Ставилось Летних Забот Себе 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 Не продавайте Идите Дел И небывалых Событий Себе В суждениях В нем Происходит Смешение Мыслей И чувств Образуя Путаницу Которой Никто Не может Разобраться И меньше Всех Он сам Надлежит Со всей Снисходительностью Выслушивать Его И не Вступать С ним В споры Особенно По поводу Совершенств Его Избранницы Ибо Это Все Бесполезно Пока Он Влюблен Осуждать Его За это Могут Только Глупцы Опираясь На слова Мудреца Отнесемся И мы К нашим Влюбленным Со всей Снисходительностью И Оставим Рядом Друг С другом В ночном Саду Не пытаясь Воспроизводить Этих Разговоров Порожденных Той Самой Путаницей Чувств И мыслей В которой Никто Разобраться Не может Старый Кадий Абдурахман Столько Лет Жил По Кривде И судил По Кривде Что В конце Концов Сам Весь Покривел И Душой И Телом И Лицом И Шея Была У него Кривая Отягощенная Зобом И Нос Кривой С тонким Раздвоенным Кончиком И Рот Как-то Странно Кривился И Бороденка Торчала В Кось Вдобавок Он Заметно Припадал На Левую Ногу И Ходил Приныривая На Каждом Шагу Так Его И Звали В Просторечии Кривой Кадий Абдурахман К этому Добавим Что Он Постоянно Поджимал Один Глаз Тот Или Другой В Зависимости От Хода Своих Судейских Дел Правый В Ожидании Мзды Левый По Взятии А Так Как Он Неизменно Находился В Одном Из Этих Двух Состояний По Ту Или Другую Сторону Мзды То И Смотрел На Мир Всегда Только Одним Глазом Орбе С Перекосившимися Ковыляющими Колесами Которым Дорожная Прямая Колея Заметно Была Не по Сердцу При Каждом Обороте Они Так И Норовили Вывернуться Из Нее Фегая Лошаденка В оглоблях Была Низенькая Взъерошенная Жидкохвостая И С Бельмом На Глазу Криво Сидел И Возница В седле Согнув Одну Ногу В колене Вторую Вытянув По оглобле Вдоль Сам Кадий В соответствии Со своим Званием Помещался Внутри Орбы За Опущенными Занавесками А снаружи Где-то В промежутке Между Орбой И лошадиным Крупом Пристроился Песец Старинный Соучастник Всех Темных Дел Кадия Песец Был Хотя и Не крив Но Весь Измятый Как-то Выкручен Словно Его Стирали Потом Вышли А расправить Забыли Так он И высох Жгутом И цветная Челма На его Длинной Дынеподобной Голове Тоже Была Скручена Жгутом Агабек Послал Навстречу Кадию Слугу С приглашением В гости Но Кадий Отказался Оберегая От лживых Наветов Белизну Своего Беспристрастия Остановился Он В чайхане Сафар Сейчас же Изгнал Из чайханы Всех Любопытствующих И поручив Кадия Заботам Саида Отправился По дворам Собирать Идеяло Обычай Того времени Требовал Чтобы Каждому Высокому Гостю Ложе Было Устроено Из многих Одеял По разумению Сафара Кадию Полагалось Не меньше Десятка Умывшись Песец Все Молча Показал Ему Два Пальца И еще Полпальца Это Значило Двести Пятьдесят Кадий Вздохнул Закрыл Правый Глаз И Открыл Левый Обозначив Этим Свой Переход Из состояния Дов Состояние Уже Затем Между ними Произошел Короткий Разговор Шепотом Дабы Не слышал Чей Ханщик Что за Тяжба Спросил Кадий Не тяжба А сделка Ответил Песец Сделка Удивился Кадий Столь Щедро За сделку Ему Верно Очень Повезло Прошептал Песец Полагаю Он схватил За хвост Какую-то Большую Прибыль Причем Законную Прибыль Наставительно Заметил Кадий Вполне Законную Завтра Узнаем Закончил Он И повернувшись Набок Сомкнул Левый Глаз Ибо Состояние До И после Не распространялись На часы Его сна Из всех Кривых Сделок Что он В своем Веку Записал И закрепил Старый Кадий Абдурахман Это Превосходило Кривизною Все мыслимое Доходное Озеро Дом И сад Обменивались На какого-то Грошового Презренного Ишака Налицо Была Тайная Цель А по Закону Темные Сделки Со скрытыми Целями Строжайше Воспрещались Между тем Предстояло Записать Обмен В книгу Причем Так Записать Чтобы Поставленные От хана Для надзора Закадиями Многоопытные Вельможи Не могли Ничего Заподозрить Когда Агабек Звучным И внятным Голосом Заявил О своем Непреклонном Решении Обменять Озеро Дом И сад Найшака В толпец Чоракцев Собравшихся Перед Чайханой Возник Недоуменный Приглушенный Гул Как в Огромном Встревоженном Улье Начавшись У помоста Чайханы Этот гул Мгновенно Перекинулся В задние Ряды Сколыхнул Взбудражил Их Прошумел Подобно Летучему Ветру По заборам Усеянным Ребятишками Затем Перелетел На ближние Кровли Многоцветно Пестревшие Плотками Женщин Озеро На Ишака Он Обменивает Озеро На Ишака Не было Среди Чоракцев Ни одного У которого Не замутился Бы разум Словно Заславшись Дымом И не дрогнуло Сердце Длинным Возгласил Кадий На самом Удачном Базаре И получить Такое Богатство Происходило Какое-то Загадочное Темное Страшное Дело Кто-то В толпе Не выдержав Тонко Застонал Вернее Пискнул Кадий Сохранял Прежнее Спокойствие Обе Стороны Изъявили Согласие На Предстоящий Обмен Возгласил Он Первое Требование Закона Исполнено Теперь Пусть Каждый Из Жителей Селения Если Есть У него Достаточно Веский Подкрепленный Доказательствами Повод Воспрепятствовать Обмену Пусть Он Скажет Об этом Перед Лицом Всех Таких Не нашлось Кадий Выждав Минуты Две Заключил К совершению Сделки Препятствий Нет О чем Я свидетельствую Теперь Предстояло Последнее Запись Такая Запись Чтобы В ней Не содержалось Даже Малейшей Кривизны Вот Когда Старый Кадий Показал Себя Во всем Блеске Своего Судейского Хитроумия Минут Пять Он думал Как Текли Мысли В его Старой Голове Какими Путями Трудно Сказать Ну Вот В соответствии С их Течением Поехала Влево Сперва Его Челма И повисла Опираясь Только на Ухо Затем Поехали Влево Очки И Наконец Он сам Поехал Влево На своих Одеялах Которые Держались И не Рушились Только Благодаря Самоотверженным Усилиям Сафара Подпиравшего Возвышение Плечом Когда Кадий Заговорил В голосе Его Звучало Гордое Упоение Могуществом Своего Разума Напиши Имена Совещающих Сделку Приказал Он Писцу Тот Заскрипел Пером Так Глубоко Всунувшись В книгу Что Казалось Он Скрипит По ее Страницам Своим Длинным Носом Кадий В это Время Мысленно Подбирал Слова Которые Бы Могли Наилучшим Образом Свидетельствовать О полной Законности Сделки Выражая Примерное Равенство Вкладов С обеих Сторон Доходное Озеро И Принадлежащие К нему Сад И дом Сказал Он Многозначительным Каким-то Вещим Голосом И поднял Палец Очень Хорошо Запишем Он подал Повелительный Знак Песцу Запишем В таком Порядке Дом Сад И Принадлежащий К ним Водоем Ибо Ибо Кто Кто Может Сказать Что Озеро Это Не Водоем С другой Стороны Если Упомянутые Дом И сад Принадлежат К озеру Или Иначе Горя К водоему Ясно Водоем Находящийся Изделка Все Тобой К обмену Ишак Я Всегда Называл Его Пфак Пузырь Пфак Пузырь Воскликнул Кадий Какое Низменное Отвратительное Имя Для Столь Драгоценного Животного В обмен На которое Ты получаешь Целое Богатство Не Будет Ли Разумным Дать Ему Другое Благородное Звучное Имя Если Уж Не Алтин Золото То Хотя Б Кумыш Серебро Ну Можно И Так Согласил Сахаджан Асредин Схвативший На лету Мысль Кадия Мне Все равно Ему И подав Пиши Обратился Кадий К писцу Пиши Упомянутое Имущество Дом Сад И Принадлежащий К ним Водоем Со стороны Агабека Сына Муртаза Передаются Узагбаю Сыну Бабаджана В обмен Со стороны Последнего На Кумыш Серебро Весом А скажи Узагбай В упоении Гордым Торжеством Старый Кадий Возвысил Голос До Трубного Звука Скажи Сколько Он весит Твой Шаг До Пуда Четыре Весит И Нужен Точный Вес Пусть Будет Четыре Пуда И семь С половиной Фунтов За счет Пусть Пусть Хаджана Средин смотрел на Кадия с удивлением Это была работа, хотя и в пройдошистве, но подлинного мастера И нельзя было ею не восхищаться Что моей печатью и подписью заверяется, трубил Кадий Наполняя голосом и чайхану и все заполненное людьми пространство перед чайханой А сам незаметно для себя все кренился и кренился влево Тут как на грех Сафар зазевался, не успел поддержать возвышение плечом И Кадий на последнем слове медленно, плавно съехал вниз на пол Со всеми пятнадцатью одеялами Обмен завершился Озеро теперь принадлежало Хаджана Средину, а Ишак Агавеку Кадий выдал обоим соответствующие бумаги Потрясенные чуракцы, обсуждая на все лады сегодняшние события, разошлись по домам Дорога перед чайханой опустела А вскоре опустела и чайхана Старый Кадий отбыл из чурака в другие места, где ожидали его многомудрых решений, различные тяжбы и сделки Перед самым его отъездом Хаджана Средин потихоньку спросил Как скоро почтенный Кадий сможет на обратном пути завернуть еще раз в чурак При этом вопросе левый глаз Кадия мгновенно закрылся, ему на смену открылся правый, означающий состояние до Дню через четыре, завершив дела в нескольких селениях, расположенных неподалеку, ответил он и кряхтя полез по спицам колеса на арбу Песец пристроился на своем привычном месте, где-то в промежутке между арбой и лошадиным крупом Возница согнул одну ногу в колене, вторую вытянул по оглобле вдоль И скривился в седле, и щелкнув языком, тронул лошадь Скребя, вихляясь, раскачиваясь, арба двинулась по дороге и исчезла за тополями Наступившую ночь, и Хаджана Средина и Агабек провели без сна Обуянный нетерпением надеть египетский придворный халат Агабек не желал больше ни одного дня задерживаться в чураке На рассвете он уходил Его дорожные сумки были готовы с вечера Оставалось лишь уложить два кувшинчика с волшебной водой К полуночи были уложены и кувшинчики, наглухо залитые сверху смолой Заклинание, что Хаджана Средин написал на листке плотной китайской бумаги Агабек спрятал в потайной пояс, надеваемый путешественниками под рубаху прямо на голое тело В этом же поясе лежали его деньги и драгоценности, полученные от маме дали Начался рассвет Время, сказал Агабек Ну, прощаю, Закбай Жди от меня богатого подарка из Египта Я пришлю тебе кальян, отделанный золотом и серебряный кувшинчик для вина Хаджана Средин ответил глубоким поклоном Благодарю властительного и великолепного визиря земли египетской Позволю визирь в последний раз послужить тебе Он вошел в дом и через минуту появился обратно, таща за собой упиравшегося из Шака Постукивая копытами по каменным влажным ступеням И Шак спустился в сад и привычным путем направился прямо к цветочным грядкам Уже наполовину объеденным Натянув повод, Хаджана Средин удержал его и ловким движением набросил ему на спину дорожные сумки «Что ты делаешь?» – скричал Агабек, схватив сумки «Отягущать принца! Поистине ты лишен разуму, Закбай!» «А как же?» – в недоумении спросил Хаджана Средин Агабек в ответ окинул его призрительным взглядом И кряхтя взвалил обе сумки на себя «Что же, ты думаешь, так до самого, как Каира?» – осведомился Хаджана Средин «Как анди я куплю вьючную лошадь?» «Для этих сумок только, а сам пойду пешком Ибо неприлично будет ехать мне, если принц шествует пешком Конечно, я бы нанял повозку для принца Но боюсь, что в пути он будет оскорбляем насмешками разных невежд Привыкших видеть четвероногих, подобных принцу в его теперечном обличье Впряженными в повозке, но не восседающими в них «А это мудро! О, визирь, сколь необъятен твой разум!» Синева раннего рассвета быстро переходила в бледность утра Небо начинало слегка розоветь В саду во всех концах щебетали черегали птицы Ишак, Агабек и Хаджана Средин вышли на дорогу Даль в горах была подернута мглою Подножия хребтов тонули в густом белесом тумане Но снеговые вершины уже светились легким прозрачным блеском Первой улыбкой проснувшегося дня И туман в ущельях, в провалах Начинал уже зыбиться, клубиться и восходить Как легко дышалось В пути лучше всего иметь арабские динары Наставлял Хаджана Средин Агабека Их принимают везде по полной цене Ибо в арабском золоте нет дешевых примесей Как во многих прочих монетах Но будь осторожен с разменом Менялы часто бывают жуликами Они могут подсунуть тебе низкопробное золото Фальшивые чеканки Когда ты завершишь в Коканде все дела У блистательный визирь Перед самым отъездом найди лавку Менялы Рахимбая Это недалеко от главного базарного водоема По левую сторону Большого Арыка Что лет уже 15 облицовывают камнем Никак не могут закончить Спроси Рахимбая Любой Кокандец укажет Его знают все Он честный купец Ему без опасений можно довериться Быть может он купит мои драгоценности О да Только он Причем даст цену большую чем все другие Ага Значит по левую сторону Большого Арыка Близ главного водоема Вот-вот Какую могучую память вложил в твое голову Аллаху визирь Ну Прощаю Загбай Прощай Блистательный визирь Жди от меня подарка Жду великолепный визирь Поклонись на прощание сиятельному принцу Ты долгое время был приближен к его царстве на особе Поблагодари за столь великое счастье Кланяюсь земно и благодарю Расстались Долго Долго смотрел Хаджана Средин вслед уходящим И вот странности человеческой природы Агабек был ему врагом И все-таки он взгрустнул Проводив его Такую власть имеет над нашим сердцем разлука Об Ишаке нечего и говорить Когда он Отойдя шагов пятьдесят остановился Повернул морду И скорбно Укоризненно посмотрел на хозяина Хаджана Средин не смог сохранить свои глаза сухими О, лепешечник Мысленно воскликнул он Да неужели ты думаешь Что старый твой друг по скитаниям Способен отдать тебя какому-то Агабеку Способен расстаться с тобою Нет Я не совершу столь низкого предательства Мы будем еще долгие годы вместе Уходящие скрылись По их следу скользнул на дорогу робкий розовый луч Прохладный, прозрачный, свежий Отраженный гладью горных высоких снегов Хаджана Средин вернулся в мазанку на бугре Вор ждал его там Согласно их вчерашнему условию Я готов Кратко сказал он Дай мне только немного денег Чтобы не добывать их в Кокханде Отчитывая деньги Хаджан Средин говорил Следи за Агабеком Следи за каждым его шагом Раньше, чем через неделю Считает сегодня Он из Кокханда не выйдет Я за это время успею Если будешь торопиться А наипаче следи за моим ишаком Я не знаю, что со мной будет Если я потеряю его Не потеряешь Этого не случится Ибо и мне он дорог Так я к нему привык Удивительно, что в нем сокрыто В этом длинноухом Упрямом и вечно бурчащем своим шивотом Что в нем есть привлекающего сердца Ну, иди Да поможет тебе всемогущий Аллах Оставайся Да поможет Аллах и тебе В успешном завершении задуманного Так в это ясное утро Хаджан Средин проводил в дальний путь И одноглазого вора Глава 36 В самом начале нашего повествования Упоминался мимоходом Некий замечательный воробей Подробное слово о нем Было обещано впереди Ныне время этому слову пришло Что ж, пусть найдется в нашей книге Место и для воробья Хоть он и малый мира сего Но кто из живущих может С полным правом и основанием Возвеличиваться перед ним Называя себя избранным И единственным на земле Такое высокомерие Свойственно некоторым людям Но вовсе не служит им к чести Свидетельствуя лишь об их Чванливом и дупоумном Самодовольстве А мы со всей откровенностью скажем Что малый двуногий в перьях Часто нашему сердцу куда милее и ближе Чем иной надутый самодовольством Большой двуногий без перьев Продолжим наше слово о воробье С братской благожелательностью к нему Этот воробей Жил в чайхане сафара Под крышей В уютном гнезде Устроенном на скрещении двух бревен Образ жизни вел он Такой же как и все другие Чуракские воробьи Просыпался до солнышка Чирикал Вертел головой Чистил перья Забираясь клювом Глубоко под крылья Топорщился Отряхивался Прыгал по дороге Купаясь в пыли Затем обрызгивался В воду из-за рыка И отправлялся по своим делам Либо на мельницу Подбирать зерна Либо на виноградник Портить ягоды Была у него воробьиха И было многочисленное потомство Пополнявшееся дважды в год В начале и в середине лета Он был неизменно весел Боттер оживлен Дрочлив Имея собственное Хорошее гнездо Временами поддавался Соблазну захватить чужое И залезал в какое-нибудь Дупло Облюбованное скворцами Откуда бывал Изгоняем с великим шумом Выщипыванием перьевы Выволакиванием за перья В гнезда ласточек Он не запирался Зная, что это небезопасно Могут замуровать Так он и жил в Чихоне Долгое время Совершая каждый день Как и все прочие земнородные Множество мелких грехов Но не приступая Законов совместного И равноправного Бытия живых на земле И в этом смысле Был вполне достоин Своего воробьиного счастья О большем, конечно, говорить Не приходится Никаких высот разума Или духа за ним Не значилось И в должный срок Достигнув своего предела Он тихо и незаметно Покинул бы землю Угодив либо ястребу в когте Либо коту на обед И не оставив по себе В мире никакого следа Подобно тысячам тысяч Своих маленьких серых собратьев Но всемогущий случай Отметил его своим выбором Остановил на нем свой перст Сказав Ты Через это слово Он обрел бессмертие Славную память В последующих веках Сколько людей на земле Из кожи вон лезут Добиваясь от случая Этого слова И не получают его А вот маленький воробей Получил Нить его жизни Серенькая тонкая нить Вплелась в многоцветный ковер Делы подвигов Хаджина Средина И осталась в этом ковре навсегда Удивительнее всего Что и здесь не обошлось Без старого хаджинского Нищего Из разрушенной мечети Гюхаршат Спросил Как попал он сюда В затерянное горное селение Зачем? В том-то и дело Что он появился Вернее сказать Явился Хаджина Средину И между ними Была длительная беседа Вернее Мысленное подобие беседы Ибо старик Явился бесплотно Впрочем Хаджина Средин Видел его вполне ясно И слышал вполне отчетливо То ли во сне это было То ли наиву Трудно определить Поди вот Разберись теперь Как он появился Этот звездностранственный Туманных мыслей Старик В бесплотном виде Или в некой Полутелесности Придется рассказать Об его появлении особо Иначе получается Непонятно А к воробью мы еще вернемся Через несколько страниц В этой же самой главе Проводив Агабека И Шака А за ними В догонку вора Хаджина Средин Отправился в свой Вновь приобретенный дом Где весь день провел В одиноком раздумье Собеседуя лишь С кувшином вина Из оставленных Агабеком запасов Старому слуге Было приказано Не допускать никого Ни чаракских стариков С их заботами о поливе Ни даже с Аидом К раздумьям Была у него Основательная причина Сегодня утром Перед ним Вдруг возникло Недоумение Касающееся озера Недоумение Которого он раньше Не предвидел Вот он И изгнал Агабека Озеро отобрано Выполнено слово Что в свое время Он дал старому Хаджанскому нищему Но что дальше делать С этим озером Не самому же ради него Переселяться в Чурак Можно конечно Подарить Саиду К свадьбе Но что скажет Нищий Одобрит ли он Такое решение Что если он Имеет какие-либо Свои замыслы Относительно Озеро И ничего не сказал Теперь догадывайся Как хочешь Поистине он Создан для туманов В чужих головах Этот молчащий И постигающий Старец Кувшин Коварный Собеседник Он всегда Притворяется Что на его дне Как драгоценная Жемчужина Сокрыта Самая главная Истина И с каждым Глотком К ней ближе А когда Наконец Самоотверженными Усилиями Дно достигнуто Отважный Искатель Уже не в силах Не только Овладеть Жемчужиной Но даже И разглядеть Ее Так случилось И с Хаджой На Средином Дважды В этот день Он опускался На дно Кувшина И дважды Выныривал Пустым Без Жемчужины Так До самого Вечера Он ничего Путного И не придумал Растерял Даже те мысли Что у него Были До Собеседования С Кувшином И с Отягощенным Затуманившимся Разумом Неудовлетворенным Сердцем Почтительно Поддерживаемый Под локоть Старым Слугой Удалился В дальний Конец Сада В беседку Где была Приготовлена Ему Постель Это была Та самая Беседка Из которой Они с Агабеком Неделю назад Ходили Уговаривать Принца Волшебный Плющ Был на месте И волшебный Лопух На месте И в листве Звенели Волшебные Комары Засыпая Ходжана Средин Подумал Вот если бы Здесь Пришли ко мне Волшебные Мысли Как лучше Всего Поступить С этим Озером Еще раз Он вспомнил Неодобрительными Словами Ходженского Старца Причинившему Ему Столько Лишних Забот Сначала С поисками Озера Теперь С его Дальнейшим Предназначением Больше Ни о чем Он уже Не успел Подумать Голова Закружилась Еще сильнее Мысли Помрачились И он Уснул А беседка И в самом деле Оказалась Волшебной В этом Ходжана Средин Убедился Так как Ночью В ней Произошло Событие Вполне Волшебное К нему Явился Ходжанский Старец Он явился На рубеже Полуночи Вся Беседка Вдруг Озарилась Мягким Голубым Сиянием И в этом Сиянии Возник Старец Весь Туманный Мерцающий Словно Состоящий Из призрачного Звездного Света Ходжан Средину Следовало Бы Удивиться Однако Он Нисколько Не удивился Как будто Ждал Старца Усевшись Напротив На скамейку Старец Молитвенно Огладил Волнистую Свето Сквозящую Бороду Ну Здравствуй Ходжана Средин Ты меня Сегодня Вспомнил И вот Я пришел Мир тебе Почтенный Старец Ответил Ходжана Средин Будь моим Гостем Выпей Моего Вина Не надо Мне Вина Разве Ты забыл Что я Дервиш И вовсе Не склонен К усложди Плоти Я пришел Тебя Поблагодарить За неоценимое Добро Содеянное Тобою Для меня Теперь Мне уже Не грозит Опасность Начать Сызного Звездный Круг Ходжана Средин Испугался Как бы Старец Опять Не начал Своих Поучений Стоит Ли Благодарности Прервал Он Тем более Что я Не довел Еще Дело До конца Ты Пришел Весьма Кстати Ибо Я Испытываю Некоторое Недоумение Как Мне Быть С этим Озером Дальше Вот Мы И Посоветуемся Как Быть С Озером Дальше Ты Не Знаешь Все Откуда Я могу Знать Почтенный Старец Ведь Во время Нашей Последней Беседы Никаких Указаний Относительно Озера Ты не Успел Мне Дать Запели Петухи Старец Улыбнулся И при этом Весь Замерцал Трепетный Переливчатым Блеском Померцав Сказал Запомни Помню Как же Я Тогда Немного Ошибся Временем Не Рассчитал Ты Не Сердейся Хаджана Средин Я Нисколько Не Сержусь Только Бы Не Ошибиться Нам Вторично Уже Близка Полночь Твой Срок Поэтому Лучше Будет Сначала Заняться Главным Делом А уж Потом Перейти К Другим Разговорам Что Это Можно Согласился Старец Давай Говорить О главном И так Значит Ты Нашел Свою Веру Когда Мне Было Искать Ее Отозвался Хаджана Средин Со Скрытым Раздражением Ибо Старец Старец Опять Направил Свои Мысли В сторону От Озера У Меня Почтенный Старец Не Оставалось Времени Для Поисков Веры Потому Что Я Должен Был Во-первых Искать Твое Озеро Находящееся Неизвестно Где Во-вторых Отбирать Его А теперь Думать Как Поступить С ним Дальше А верим И Успеем Поговорить Скажи Своё Мудрое Слово Сквозяще Туманного Тела Возник На месте Сердца Бледно Зеленоватый Огонёк Вытянулся Взыбкую Тонкую Струйку И Трепеща Переливаясь Вошёл Вверх Кустам Навстречу Из головы Старца Потекла Другая Струйка Слегка Синеватая Видя это Хаджан Средин Заключил Что Синеватая Струйка Означает Мысли А зеленоватое Чувство И обе Они Соединившись На устах Мерцающего Старца Должны Породить Слова Так оно И вышло Старец Заговорил Вот Хаджан Асредин Ты Всё же Далёк Ещё От истинной Мудрости Ведь В твоей Верии Сокрыто Как раз Решение Всех Недоумений И Сомнений Что Могут Встретиться Тебе На путях Жизни В том числе И твоего Теперешнего Недоумения С озером Так Разреши Его Почтенный Старец Осмелюсь Напомнить Полночь близка Тебе для всех Разговоров Остались Минуты Не лучше Не лучше Не лучше Лучше ли будет Хаджана Асредин Замерцал Старец Торжественно Розоватым Светом И поднял Палец Не лучше Лучше Ли будет Предоставить Твоему Духу В целях Его Наибольшего Совершенствования Найти Самостоятельно Должный Вывод Относительно Озера Через Постигнутую Наконец Тобою Веру Здесь Хаджана Асредин Понял Что его Нужного Слова О озере Он и в этот Раз Не услышит Я могу Помочь Тебе В поисках Веры Пусть Это будет Моей Благодарностью Продолжал Старец Его Розоватое Мерцание Перешло В прозрачное Серебристое Затем В золотистое Вдруг Вспыхнуло Многоцветными Радужными Переливами Так что Хаджана Асредин Даже Зажмурился Не Называя Прямо Я Укажу Тебе Путь На Котором Следует Искать Ее Это Было Бо Нелишним Почтенный Старец Из Вежливости Согласился Хаджана Асредин Возьми Своей Правой Рукой Мою Левую Руку Взяв его Задохнулся И зашло Переливчатое Мерцание В виде Как бы Удлиненного Облачка И в этом Облачке Непонятным Образом Возникли Слова Которые Хаджана Средину Ловил Не Слыша Ничего Не Могу Разглядеть Него Что Не Могу Вникнуть Ответил Он И вдруг Понял Что Сам Отвечает Старцу Таким Жи Мерцанием Заглянув На Себя Изумился Он Как и Старец Был Весь Туманно Переливчатым И сквозным Состоящим Из одного Только Призрачного Сияния Без Сяких Следов Своей Обычной Плоти Испугать Хаджу Насредина Было Нелегко Но Здесь Он Перепугался Этот Звездно Странственный Старик Сыграл С ним Кажется Весьма Опасную Шутку Это Это Как же Это Это Что же Растерялся Хаджа Насредин И сам Почувствовал Своё Мерцание Неровным Прерывистым Как бы Заикающимся А Где же Где же Я сам Почтенный Старец А Это Это Уже Лишнее Скажу Я тебе Куда Ты Девал Меня Старец Ответил Успокоительным Переливом Чистейшего Изумруда Не бойся Хаджа Насредин Ты Со Мною По чести Говоря Не могу Понять Твоего Крайнего Перепуга Ну Чем Она Столь Драгоценна Для тебя Твоя Ничтожная Плоть Почтенный Старец Между нами Большая Разница Взмолился Хаджана Средин И спустив Череду Торопливых Тревожных Бледно-лиловых Зарниц Разве Да ну Мне Возвыситься До твоей Необъятной Мудрости До такого Совершенства Духа Этими Заискивающими Словами Он хотел На всякий Случай Подольститься К старцу Дабы Не вздумал То доставить Его Навсегда В бесплотности И Сейчас же В его Мерцании Появилась Неприятная Мутная Желтизна Старец К счастью Не заметил А может быть И заметил Но из вежливости Промолчал Ответного Укоризненного Мерцания Не было Успокойся Хаджана Средин Твоя плоть Вернется К тебе Вот она Смотри И перед Бесплотным Зрением Хаджина Средина Возникла Где-то Внизу Вдали Беседка И в ней Он увидел Себя Самого Спящим Твоя Плоть На месте Где Предается Низменному Телесному Сну В то Время Как Твой Дух Находится В звездностранственном Вещем Бодрствования Заключил Старец Тебе Откроется Многое Только Сумей Понять Насколько Не Вглядывался Хаджина Средин В напущенный Старцем Туман Разглядеть И Понять Ничего Не мог Все Зыбилось Расплывалось Мысль Ни за что Не могла Зацепиться Все Казалось Равно Возможным Ну и Равно Произвольным Недостоверным А во всем Можно было Думать И так И этак И по третьему Четно Хаджина Средин Искал В тумане Хотя бы Один Какой-нибудь Земной Предмет От которого Отправляясь Можно было бы Ковать Цепь Последовательного Размышления Ни одного Такого Предмета Он вокруг Не увидел Ничего Не понимаю Повторил он Почтенный Старец Здесь Только Вопросы И ни одного Решения Где земля Где люди Где их Радости Горести И заботы Где Наконец То самое Деятельное Добро Ради которого Я По твоим же Словам Послан В мир Как я могу Творить добро В этом Непроглядном Тумане Где Все Недостоверные Сомнительно И для кого Должен я Стараться Если здесь Нет людей И где Зло С которым Я призван Бороться Против Кого Оно Устремлено Против Звезд Нет Почтенный Старец Высоты Звездных Постижений Не для Меня Я прошу Верни Меня Вниз На землю Там Мое Место По мере Того Как он Говорил Мерцающий Старец Все Тускнел Тускнел И вдруг На глазах Хаджина Средина Растаял Бесследно Исчез И все Смутное Вокруг Исчезло Туман Рассеялся И опять Хаджина Средину Вернулась Его Земля Где Можно Видеть Слышать Осязать Исследовать Где Живут Люди В Противоречивом Сплетении Своих Страстей Самоотверженных Усилий Помочь Друг Другу И В Неизменном Вечном Устремлении Всегда Вперед Ко Всеобъемлющему Общему Благу В котором Каждый Сможет Найти Благо И для Себя Жан Средин Проснулся Открыл Глаза Вокруг Была Влажная Темная Свежесть Ветер Залетевший В беседку Скользнул Прохладой По его Лицу Сияли Сквозь Листву Далекие Звезды Была Ночь Ее Вторая Половина За полуночным Рубежом Голова Еще Слегка Болела Но Мысли Уже Обрели Привычную Ясность Хаджа На Средину Смехнулся Нет Он Старцу Не попутчик В межзвездных Полетах Его Место Его Родной Дом Земля Это Конечно Очень Хорошо И Возвышенно Постигать Но Для Себя Он Избирает Простое Земное Понимание В котором Он Хозяин Своих Помыслов И дел Вернувшись Раздумьями К озеру Он Почувствовал Себя Полностью Свободным От всех Сомнений Тяготивших Его Накануне Все Было Ясно Просто И До Конца Бесспорно Удивительно Как же Я Раньше Не Сообразил Восклюкнул Он Не Догадываясь Что Я Не Мог Сообразить Ибо Избрал Себе По Этому Поводу Неправильных Собеседников Кувшин И Туманного Старика Но Продолжим О Воробье О том Как он Встретился С Хаджой На Срединам И Что Их Свело За Какие Нибудь Полчаса До Встречи Они Еще Не Думали Друг О Друге Оба Каждые Отдельно Занимались Своими Делами На Равных Правах Воробей Сидел Наверху На Крыше Чейханы И Греясь В последних Уже Красноватых Лучах Громко Чирикал Провожая Благодарственной Песней Уходящее Солнце А Хаджана Средин Сидел Внизу В Чейхане Беседуя С Чуракцами Окружившими Его Плотным Кольцом Когда он Пожаловал В Чейхану Впервые С тех Пор Как стал Хранителем Озера А затем И Владельцем Его Собравшиеся Гости Толковали Как раз О нем Какую Сторону Чаепитию Они робко Жались По стенам Не осмеливаясь Прикасаться К чайникам Что хлопотливо Разносил И стоял Перед ними Сафар А сердце Хаджина Средина Заливалось Горячими Волнами Любовной Жалости К ним До чего Забиты Они Запуганы Если Не смеют Даже Чаю Выпить Не смеют Слово Сказать Этот Маленький Воробей Взгляд Хаджина Средины Мимолетно Упал На воробья Их Соприкосновение Началось Даже Он Счастливее Свободнее В своей Жизни Пришел Саид На глазах Потрясенных Чуракцев Новый Владелец Озера Крепко С ним Обнялся Как со Старинным Приятелем Это Было Совсем Уж Непонятно Откуда Знают Они Друг Друга Почему До сих Пор Саид Молчал Страха Поубавилось Чуракцы Взялись За чайники Иные Придвинулись К Хаджину Средину И Вступили С ним В разговор В своей Мазанке На бугре Он давно Соскучился По людям По задушевной Простой Беседе И сейчас Отдыхал Душой От вынужденного Отшельничества Он Он Расспрашивал Чуракцев Об их Житье Бытье О домашних Делах О недавней Поломке Моста Близмельницы О здоровье Заболевшей На днях Кобылы Гончара Бабаджана Все Между тем Столько неуемная Все топорщились По телу Земля У нее Свои Законы Свои Порядки Надо Их Знать И надо Уметь Ими Пользоваться Дабы Крылатые Стремления Нашего Духа Могли Притвориться В дела Хаджана Средин Не позволил Себе Слишком Долго Парить В осиянных Чистейших Высотах Усилием Разума Он Опустился На землю К ее Действительной Жизни Где все Перемешано И перепутано Набро Со злом Совершенство С несовершенством Благородство С низостью Прекрасное С безобразным Радость С горем И чистота С грязью В этом Смешении Противоречивых Начал И свойств Надлежало Теперь ему Действовать С умом И ловкостью Дабы Увенчался Его Благородный Замысел С достойным Концом Он Обвел Глазами Чуракцев Да Он Любил Их Со всей Силой Пламенем Сердца Но Это Не мешало Ему Ясно Видеть В их Душах Наряду С высоким Чистым Благородным Низменное Темное Своекорыстное Каждый Считал Его Своим Вот И Подрались Что же Не могли Они Распилить Его Пополам Могли То Могли Но Каждому Хотелось Получить Его Целиком Для Себя Все Это Ходжа На Средину Было Давным Давно Знакомо В людях Помолчав Он Спросил А Скажите Он Тот Хилый Чуть Живой Тополек Близ Дороги Кому Он Принадлежит Это Мой Тополь С живостью Отозвался Гончарда Давай Все знают Что Мой Глаза Его Сузились Губы Сжались Подбородок Выпятился Солона Пришлось Бы Тому Кто Вздумал Бо Оспаривать У него Этот Чахлый Ценую В две Таньга Тополек Так Сказал Ходжан Асредин Пусть Будет Твой Не Спорю А Вон Тот Куст Ивника Что Склонился Над Рыком Этот Кому Принадлежит Мне Поспешил Заявить Маслодел Рахман Почему Жи тебе Возразил Земледелец Усман С чего Ты взял На моей Земле Значит Мой Вот Так Раз Воскликнул Усман Вы Слышите Добрые Люди На его Земле Конечно На моей Это Мы Еще Посмотрим Сворливым Склочным Голосом Ответил Усман Багровея Он Только Склонился Ветвями На твою Сторону А корни Корни На моей Земле На твоей С придыханием И привизгом Прошипел Маслодел С каких Это Пор А Подождите Не спорьте Возвысил голос Хаджана Средин Спеша Предотвратить Схватку Не спорьте Говорю я вам Я не собираюсь Не отнимать Не покупать У вас Этого Ничтожного Куста Никому Ненужного И не стоящего Даже Ломаного Гроша Пусть Его Растет Кому Бы Не принадлежал А он Тот Чертополох Он Тоже Имеет Хозяина Это На моей Земле Ответил Мамет Али Хаджана Средин Долго Молчал Размышляя Тем Временем Солнце Зашло Его Прощальный Луч Угас На вершинах Деревьев На землю Опустилась Предсумеречная Синева Прозрачная Без отблесков И теней И Вместе С прощальным Лучом Умолкла Воробьиная Песня День Для пернатых Окончился Последний раз Воробей Встопорщился Отряхнулся И Юркнул В свое Гнездо Под крышей И Как раз Попался Кончиком Хвоста На глазах Хаджана Средину А этот Воробей Что залез Сейчас В гнездо Он Тоже Кому-нибудь Принадлежит Эти слова Были Приняты За шутку Вокруг Заулыбались Засмеялись Имеет Леон Хозяина Добивался Хаджана Средин Кто К чему Хозяин Ответил Усмехаясь Мамет Олей Он Летает Где захочет И когда Захочет Никого Не спрашиваясь Портит Ягоды Равно На всех Наших Виноградниках Подбирает Зерна Во всех Дворах Он Принадлежит Всем И никому В отдельности Такой Именно Воробей Нужен Был Хаджана Средину Чтобы Принадлежал Всем И никому В отдельности Может быть Ты Сафар Имеешь На него Какие Нибудь Особые Права Какие Права Засмеялся Чайханщик Обнажив Беззубые Десны И сморщив В лицо Живет Здесь Какой-то Под крышей Я его Не трогаю Он Меня Живет И пусть Себе Живет И друг Другу Не мешаем Божий Воробей Вольная Пташка Принеси Ко мне Лестницу Сафар Мамед Али Переглянулся С гончаром Маслодел С коновалом По чайхане Пошел Летучий Обмен Взглядами Сафар Недоумевая Притащил Лестницу Хожа На средин Приставил Ее к стене Поднялся На три Перекладины Запустил Руку В дыру Под крышей Пошарил Там Высоко Подняв Брови Со внимательным Лицом Как бы Прислушиваясь И вытащил Насмерть Перепуганного Воробья Клетку Нашлась Чайхане Среди Разного Хлама Старая клетка Вот Сафар Передаю тебе На хранение Сказал Хаджан Асредин Посадив Клетку Воробья Неусыпно Следи За ним Корми его Чаще Меняй Воду Чтобы Он Спаси Аллах Не потерпел Какого-либо Ущерба В своем Здоровье Помни Это Драгоценнейший Воробей В чем Скоро Ты Убедишься Завершив Этими Словами Свой Вечер В Чайхане Пожелав Чуракцем Доброго Сна Он Удалился К себе Саид Пошел Его Проводить Вернулся Светясь Внутренней Радостью Но Сказать Ничего Не Хотел Так И Не Узнали Чуракцы Что Он Услышал От Нового Владельца Озера Столь Радостное Для Себя Узнала Зульфия Ну Конечно Узнала Он Сказал Это Все Ваши И дом И сад Он Верно Пошутил Семь же Он Сам Останется О Зульфия Это Какой-то Особенный Человек Все Что Он Говорит Все И И И И И И Он Уже Подарил Мне Самое Дорогое Тебя Мы Будем Счастливы Саид И так Без этого Дома И сада Разве Мы не Сможем Построить Свой Все 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 Я думаю Он Не Пошутил В Его Глазах Грел Какой-то Необыкновенный Свет Да Удивительного Человека Ты Встретился С тех Пор Как он Появился У нас В Чараке Вся Жизнь Пошла По-другому Словно Солнце Глянуло Из-за Тучи Кто Он Откуда Он Надолго И прошел К нам В Чарак Ночь Плыла Четыре Ветра Поднимались От земли К звездам Раздувая Их Трепетное Мерцание Северный Полный Мороза Для Синих Звезд Южный Насыщенный Зноем Для Красных Западный Для Белых И Восточный Для Зеленых Звезд Четыре Сна Опускались С высоты На Мир Объемля Его Четырьмя Океанами Черным Для Злобствующих И Злодействующих На Желтым Для Их Пособников Из Трусости Либо Своекорысти Голубым Для Всех Людей Простого Труда И Бесхитростных Мыслей Прозрачно Рубиного Огненным Для Доблестных Воинов На Путях Добра Завернув На Обратном Пути В Чурак Старый Кривой Кади Абдурахман Остановился В той же Чейхане Возлег На Те же Пятнадцать Идеял И С широкой Жадно Открытым Правым Глазом Принялся Ждать Своего Песца Который Не теряя Попусту Времени Отправился Для Переговоров К новому Хозяину Озера Вернувшись Уже Затемно В Чейхану Он Молча Показал Кадью Открытую Ладонь Все Пять Пальцев Это Значило Пятьсот Таньга Старый Хитрец Глубоко Вздохнул Все Его Лицо Как бы Окунулось В теплое Масло И он Сладко Зажмурился Когда же Снова Глянул На мир То Уже Левым Глазом Он Принял Отписать Тяжелый Кошелек Уложил В пояс Приготовившись Ничему На завтра Не удивляться И Закрепить Любую Сделку Хотя бы Даже Передачу Мусульманской Правоверной Души Самому Шайтану Защипать Волосков Из его Шелудивого Хвоста И не удивился Ничуть не удивился Услышав От Хаджина Средина О непреклонном Его решении Обменять Свое Озеро На Воробья Принадлежащего Всем Чораксам Сообща И Никому В отдельности Клетка Стояла Здесь же Воробей Уже Обвыкся В ней Бойко Чирикал И прыгал Подбирая Кунжутное Семя Которым В эти Дни Кормил Его Сафар Катей Левым Глазом Скользнул По Воробью Кивком Изъявив Согласие Препятствий К сделке Он Не усматривает Толпа Толпа Запрудившая Дорогу Бурлила Гудела Перед Чуракцами На их Глазах Творилось Доброе Чудо И они Все От Мала До Велика Верили Ему Как Будто В облике Этого Загбая К ним В селение Пришел Сам Дедушка Турахон Уверенный Легко Старый Кадий Правил Свою Ладью По Знакомому Руслу Судейского Хитроумия Воробей Наречен Был Алмазом Вес Его Определили В Три Серебряные Таньга Так И записали В книгу Песец Составил Две Бумаги Одну Закреплявшую Захаджуйно Средином Алмаз Весом В Три Серебряных Полновесных Нестертых Таньга И Вторую Закреплявшую Озеро На вечные Времена За Чуракцами Всеми Совместно На Равных Правах Хаджало Средин Поставил На обеих Бумагах Свою Подпись Затем К помосту Потянулись Чуракцы Крамотных Не было Среди Них Прикладывали Пальцы Намазанные Китайской Тушью Из Чернильницы Песец Под каждым Отпечатком Записывал Имя Приложившего Палец Отходите Подходите Не бойтесь Говорил им Хаджано Средин Подходите Скорее Ибо мне Не терпится Получить На зубы Этого Ширного Воробья А вы Своими Длительностью Задерживаете Мой Обед Много Их Было Шерматов Ярматов Юнусов Расулей Дадабаев Джурабаев Бабаджанов Амиджанов И прочих Но к полудню Все таки Удалось Со всеми Закончить Последним Приложил Палец Некий Мухаммед Сын Усмана Икадий Трубным Торжественным Голосом Возвестил О завершении Сделки Вторая Сделка Заняла Немного Времени Это Была Обычная Дарственная Запись На дом И сад Переходившие К Саиду Чуракцы Стояли Как зачарованные Не шевелясь Не дыша Песец Закрыл Книгу Кадий Кряхтя Спустился С высоты Пятнадцати Одеял И Приныривая Направился К своей Арбе Он спешил Возница Прищелкнул Языком Лошаденка Натужилась Уперлась Задними Ногами И налегла Арба Качнулась Заскрепела Двинулась И хотя Дорога Была Та же И арба Та же Но только На этот раз Колеса Не выворачивались Из колеи На обочину Шли Жовно И прямо Впервые За много лет И старый Кадий Привыкший Ездить Всегда С креном В левую сторону Не мог понять Почему Сегодня Так Неловко Неудобно Сидится Сидится Рык В левую сторону В левую сторону На средин В левую сторону Время И сразу На средин Уже Не отозвался Неплохое Неплохое пособие Для тех Кто юриспруденцией Занимается Глава Их Еще бы В левую сторону В левую сторону И грохотом В прохладу И свежесть Ночи Было Новолуние Месяц Только Наметился В небе Тончайшей Изогнутой Линией Бровью Ширатской Турчанки Как сказал В свое время Хафиз Хаджан А средин Всегда Любил Такие Часы Больших Многотысячных Городов Этот Короткий Спад Бурливой Жизни Как будто Набирающий Сил Для Ново Утреннего Прибоя Он Давно Постиг Тайну Жизненной Полноты В противоположностях В трудах Без которых Нет радости Отдыха В опасностях Без которых Нет радости Победы Вот почему Сумеречное Затишье Столь ему Нестерпимое В сонном Хадженте Здесь На огромном Кипучем Базаре Было для него Пленительно Прекрасным В своей Мимолетности С такой Полнотой Души С благодарственным Восхвалением Жизни Встретил он И многошумное Пестроцветное Утро Вспенившееся Долгодней Сутолокой Водоворотом Разноплеменных Толп Нарастающим Ревом Слившим В себе Все мыслимые Немыслимые Земные Звуки Поднялась Пыль И замутило Небо Заскрепело На зубах Набилось В ноздри Земля Разогреваясь Под солнцем Как будто Втягивала В себя Длинные Светлые Тени Сгущая Их До полной Черноты Из Расцеминаретов Расскалились Расплавили Вокруг Себя Воздух Еще Полчаса И на базаре Нечем Стало Дышать Тогда В самой Пышной Богатой Чайхане С подушек Восстала Габек Закончивший Утреннее Чайпитие Чайханчик Получи Сколько С меня Следует За весь Постой И Выведи Моего Длинноухого Покрытого Шерстью Он Даже Заглазно Не позволял Себе Называть Ишака Иначе Как только Почтительно Косвенными Именами Дабы Очутившись В Каирском Дворце Не проговориться Как-нибудь Нечайно И не угодить На первых Парах На конце Тысячи Тысячи Ряды Глазам Встречах Невзгод Гор Невзгод Невзгод Такую Зеркала И рассказывал И рассказывал Стражников Слов Брать Невзгод Залившись Мошенник Невзгод Вознесениях Отвечал Агабек Шумно Дыша Через нос Ибо Ярость Холодной Судорогой Свела Его Челюсти Сцепив Намертво Зубы И вдруг Для купца Неожиданно Он Рванул К себе Кошелек С такой Неистовой Силой Что Земля У него Под ногами Кочнулась И ему Удалось Вырвать Только Не кошелек Из рук Менялы А самого Менялу Повисшего На кошельке Из-за Прилавка Но Купец Успел Подогнуть Ноги К животу И зацепиться Ими за Ребро Прилавка С внутренней Стороны Благодаря Чему Не вылетел На дорогу Хотя И был Уже Приподнят Над землей Рывок Истащил Силы Агабека Пользуясь Этим Купец Лежа Толстым Брюхом На прилавке Начал постепенно Затягивать Кошелек Под себя Как бы Медленно Заглатывая Но Вместе С кошельком Под его Брюхо Втянулась Якостеневшая Рука Агабека До самого Плеча Человек Взглянувший На это Все мельком Со стороны По-прежнему Бо ничего Не заметил Но Воры Хаджана Средин Видели Не мельком А вглубь Проникая В истину Каждого Движения Каждого Звука Он Плюнул Агабеку В глаза А тут Зубами Ухватил Купца За бороду Смотри Смотри Вырвал Изрядный Клок Теперь Отплевывается Волосы Липнут К его Десному Языку Видишь Купец В ответ Хотел Откусить Агабеку Нос Он Промахнулся Лязгнул Зубами В воздухе Ворот Волнения Трясла Лихорадка Желтое Око Светилось Время Время Хачан Средин Что же Ты Медлишь Да Пусть Подерутся Еще Немного Кроме Двух Дерущихся И Двух Наблюдающих Был Здесь Еще И пятый Сопричастный Этому Раздору И шаг Точнее сказать Он Был Здесь Главным Виновником Первопричиной Раздора С него Все Началось Из-за него Продолжалось Ибо Хачан Осредин Стравил Минялу Иогабека С единственной Целью Вернуть Себе Своего Ненаглядного Ишака Последний Сохранял Вполне Безучастный Вид Морда Была По-прежнему Опущена К земле Уши Болтались Хвост Висел Безжизненно Только Изредка Встряхивал Он Головой Когда Агабек В пылу Схватки Неосторожно Дергал Повод Глухая Возня За прилавком Усиливалась Дальше Медлить Было Опасно Могла Появиться Базарная Стража Жан Насредин Тихонько Свистнул Ишак Стрепенулся Вытянул Морду Этот Свист Он узнал Бы всегда И везде Сквозь Любые Гулы И громы Он Услышал В этом Коротком Свисте И призыв Друга И повеление Господина И голос Бога Ибо Хаджан Насредин Был для него Конечно же В некоторой Степени Богом Всемогущим И неизменно Благоносящим Свист Повторился И вслед за ним Хаджана Средин Высунулся Из-за угла Явив Ишаку Свой Божественный Пресветлый Лик Нет слов Чтобы описать Волнение Обуявшее Длинноухова Он Вновь Обрел Утраченное Божество Мир Снова Наполнился Для него Светом И радостью Он Сбрыкнул Всеми Четырьмя Ногами Поднял Хвост Заревел И устремился К сиянию Исходившему Из-за угла Прочный Ременный Повод Натянулся Подобно Струне Как раз В это время Агабек Сопя и туже Пытался Вытянуть Кошелек Из-под Брюха Минялы К его Четным Подугам Добавился Внезапный Рывок Ишака Сам Принц Помогает Мне Возомнил Агабек И напряг Последние Силы Против Такого Совместного Напора Миняла Не устоял И Волоком Был Вытащен Из лавки На дорогу Конечно Вместе С кошельком Которого Он из рук Все же Не выпустил Здесь Уж Пришлось Ему Воззвать К стражникам Разбой Не помню Себя Завопил он Тонким И нестерпимо Противным Голосом В котором Сочетались Гнусным Браком Злоба И страх На помощь Грабят Агабеку Было Еще Хуже В одну Сторону Его Тянул Купец В другую Ишак Сила Ишака Превзошла И они Все трое Повлеклись По дороге Впереди Впереди Пятя Задом И прыгнув Голову Длинноухий За ним Агабек С наискось Растянутыми Руками Как бы Распятый Между Ишаком И кошельком Позади Со всклокоченной Бородой Испуская Вопли Купец В лежачем Положении С приподнятой Над дорогой Лишь верхней Частью Туловища В то время Как его Жирное Брюхо И короткие Толстые ноги Влачились По земле Вот каким Прочным Оказал Современный Повод Яркентской Прославленной Выделки Нужно было Помочь Длинноухому Аджана Средин Вторично Явил ему Из-за угла Свой лик Впав В совершеннейшее Иступление Длинноухий Взбрыкнул Задними Ногами Рванулся Мотнул Головой И повод Не выдержал Лопнул Купец Ткнулся Бородой В пыль Агабек Рухнул На него Они Склубились А со всех Сторон Гремя Щитами Звеня Саплями Секирами И копьями У страшающей Гикаей Гагача Уже Неслась Мчалась Конная И пешая Стража Бросив Кошелек Дабы Не потерять Принца Агабек Рванулся К углу За которым Исчезли На ухи Но стражники Ухватили его Нависли Нацеплялись Со всех сторон Прочь Страшным голосом Гремел Агабек Прочь Ничтожные Знаете ли вы Кто перед вами Перед вами Египетский Визирь Слышите ли вы Презренное Зеволапое Мужичье Я сотру вас В порошок В пыль Он Вар Вар Кричал Купец Я докажу Сиятельный Камельбек Видел эти Драгоценности Он Узнает Пустите Задыхался Агабек Чувствуя Как вместе С исчезнувшим Ишаком Уплывает Из его рук Египетское Величие Пустите Говорю вам Рыча Он Вырывался Как разъяренный Барс Опутанный Сетью Прочь Вы слышите Или я Всех Превращу Вышаков Еще один Стражник Прыгнул Сзади Его На спину И повис Уцепившись За шею А буянный Гневный Мнистовство Магабек Выхватил Из пояса Тыквенный Кувшинчик С волшебным Составом Лип Чезу Пуцугу Замнихоз Грозного Запил он Брызгая Из кувшинчика На стражников Халамай Дачилоза Чемоза Сув Кавахас Держи его Держи Хватай Вяжи Тащи Не пускай Разноголосо Отвечали Стражники Своими Заклинаниями Их заклинания Как и следовало Ожидать Оказались Неизмеримо Могущественнее Через минуту Агабек Был повергнут И связан По рукам И ногам Принесли жерть Продели ее Под связанные Руки И ноги Агабека Два самых Дюжих Стражников Подняли Концы Жерди На плечи Агабек Египетский Визирь Закачался В воздухе Брюхом К небу Спиною К земле Вполне Уподобившись Дикому Зверю Несомому С охоты Удачливыми Охотниками Его Чалма Свалилась На дорогу И была Сразу Подхвачена Стражниками Разделившими Ее между собой По кусочкам Он плевался Источал Пену Проклинал Угрожал Все в туне Стражники Торжествующие Гудя Окружили его Плотным кольцом Скрыв от глаз Хаджина Средина И шествие Под барабанный Бой Двинулось В гущу Базара К новому Дому службы Где имел Своё пребывание Сиятельный Камильбек Позади На подгибающихся ногах Держась за сердце Ковылял Меняла Под охраной Двух стражников Третий Нёс кошелёк В поднятой руке У всех на виду Так повелевал закон Дабы С одной стороны Предотвратить Соблазн С другой же Уберечь стражу От клеветнических Нареканий Собравшаяся толпа Повалила За стражниками Дорога Перед лавкой Опустела Пыль Улеглась Хаджана Средин Передал Ишикавору Ты должен Укрыть его В крепком Надёжном месте Потом Разыщи Вдову И с ней Приходи На судилище Хороший закон Слушайте Хороший закон Вот мне кажется Когда проводят Обыски В богатых домах Да Ну там У тех Кого Обвиняют Во всяких Разных Вещах Взяточничестве Коррупции И так далее Вот по-моему Это надо Снимать Прямо В прямом эфире Чтобы съёмки Велись И вот Чтобы прям Со всех Камер Всё это Транслировалось Одновременно На экран Несколькими Картинками Вот чтобы Да Точно так же У проводящих Обыски Не было Соблазна Да Вот И Соответственно Доверие К ним Сохранялось Чтобы потом Скандалов Не было Что-то там Пропало Во время Обыска Да Ну как-то Так Хороший Закон По-моему Глава 38 Перед Коровльным Помещением Была Просторная Площадь На которой Не допускались Ни торговля Никакое Иное Скопление Народа Кроме Вторников Когда Сиятельный Вельможа Самолично Творил Здесь Суд И расправу Над Изловленными За неделю Преступниками Сегодня Как раз Был Вторник Вельможа В парчевом Халате При Новой Сабле И при Множестве Медалей Не без Хлопот Удалось Ему Восстановить Все это После Памятного Сундучного Заключения Восседал Под Шелковым Балдахином На Судейском Помосте И Шевеля Усами Грозно Взирал С высоты На Толпу Затопившую Площадь Он Брезгливо Морщился И фыркал Когда Ветер С площади Опахивал Его Не слишком Благоуханной Волной В которой Преобладали Два Запаха Пота И Чесночного Перегара Преступник Агабек Находился Внизу Даже Еще Ниже Чем Внизу Сидел В узкой Напоминавшей Колодец Яме Откуда Торчала Только Его Бритая Мясистая Голова Этим Воочию Для простого Народа Обозначалось Недосягаемое Величье Власти С одной Стороны И Беспредельная Низость Злодейства С другой Над Ямой Стоял Стражник С длинной Деревянной Колотушкой Умягченный На толстом Конце Трепьем Для того Чтобы Преступник Не смел Поднимать Своего Нечестивого Взгляда Вверх К сиятельному Лику Вельможи Этим Пояснялось Для простого Народа Что Созерцание Начальства Есть Уже Само По себе Великое Счастье Которого Лишаются Недостойные Прямо Извините Не могу Сдержаться Но вот Такое Ощущение Что Следующий Закон После Оскорбление Его Величество Будет Вот Таким Вот Агабек Уже Получил Два Раза По Темени И Теперь Слегка Оглушенный Тупо Смотрел В землю Недвижным Помутившимся Взглядом На ступенях Широкой Полугой Лестницы Между Вельможей Преступником Дабы Слышать Обоих Размещались Песцы Со своими Книгами Сбогу В двух Шагах Стоял Купец Наблюдаемый Особым Стражником Остальные Стражники Пешие Конные Двойной Цепью Отгораживали Судилище От напиравшей Толпы Мелькали Плети Взблескивали Сабли Опускаемые Плашмя На голову И плеч Любопытных Излишне Просунувшихся Вперед Хаджан Средин С великим Трудом Протискался К судилищу И сразу Над ним Взвелась Плеть От которой Однако Он сумел Вернуться Немного Отступя Он занял Место Позади Какого-то Дюжего Рослого Бородача Отсюда Ему было И видно И слышно А бородач Заслонял Его собой От взоров Сиятельного Вельможи А теперь Объясни Ты Именующий Себя Агабеком Сыном Муртаза Вопросил Вельможа Откуда И как Попали Эти драгоценности К упомянутому Тобою Земледельцу Мамеду Али От которого Ты якобы Их получил В уплату За воду И почему Он уплатил Тебе Драгоценностями А не просто Деньгами Он Беден Глухо Ответил Агабек Откуда Он взял Столько Ден Беден Извительно Усмехнулся Вельможа Беден Оплатит За воду Для целого Селения Беден А расплачивается Золотом И самоцветами Запишите Приказал Он писал Запишите Эту Бестыдную Но глупую Ложь Которая В дальнейшем Послужит Нам К изобличению Преступника Это не ложь Усиятельный Князь Забывшийся Агабек Поднял Было Голову Но сейчас же Получил Колотушкой По темени И ткнулся Подбородком В обрез Ямы Прикусив Язык Удар Хотя и мягкий Привел Его В изумление Он Долго Не мог Ничего Вымолвить И только Смутно Мычал Закатив Глаза Источая Слюну И возя Бородой По земле Наконец Он Вошел Опять В разум И речь Вернулась К нему Это не ложь Забубнил Он себе Под ноги В яму Как в бочку Упомянутый Мамит Али действительно Беден И не имеет Денег Драгоценный Сижи Нашел Он В своем Саду Под корнями Яблони Которые Капывал Умолкни Презренный Лжец Загремел Вельможа В стопорщив Усы В твоих Речах Нет Ни одного Слова Правды Ты Начал Под корнями Яблони Что же Ты надеешься Уверить Нас Что золото И рубины Растут В земле Подобно Грибам О блестательный Судья О светоч Справедливости А готов Поклясться На коране Поклясться На коране Ты Хочешь Увеличить Список Своих Злодеяний Еще и Кощунством Запишите Песцы Его ложь Запишите Дабы Могли Мы Перейти К следующему Вопросу Песцы Записали Или Может Перешел К следующему Вопросу Если Ты Как это Явствует Из твоих Ранее Сказанных Слов Действительно Овладел Столь Доходным Озером То По каким Причинам Ты Покинул Его И Вознамерился Уйти В Египет Где Твое Озеро Я Обменял Его Обменял На Что И Кому Я Обменял Его На Египетского Наследного Принца То Есть На Ищака Являющегося В действительности Принцем Я Хочу Сказать На Принца Имевшего Обличие Ищака Что Подпрыгнул Вельможа Повтори Нет Не Смей Повторять Как Ты Смелился Перед Нашим Лицом Собоставить В своих Лживых Речах Царственную Особу И Некое Недостойное Четвероногое Вот Вот Подхватил Обрадовавшийся Гобек Длинноухая Покрытая Шерстью Наконец То Его Поняли Позабыв Околотушки Он Глянул Вверх Тяжеловесный Удар Упавший На голову Ему Сразу Лишил Его Языка И Привел К Молчанию Взор Его Помутился Отражая Помутнение Разума И Туман Беспамятства Скрыл От него Лик Вельможи Новое Преступление Гремел Вельможа В награду Злодей Он Он Добавил Еще Одно Самозванное Присвоение Высочайшего Сана Визиря Сана Которого Даже Мы Сами Только Недавно Достигли Пищите Пищите Все Пищите Первое Кража Второе Бесчинство И буйство Учиненное Сегодня На базаре Третье Хула На царственную Особу Четвертое Самозванство Песцы Дружно Заскрипели Перьями И в этом Скрипе Агабек Почуял Свой Неминуемый Неотвратимый Конец Тщетно Взывал Он К милосердию Вельможи Молил о справедливости Просил Выслушать До конца Вельможа Оставался Неумолимый Не вникал Его Жалким Ничтожным Воплем Устремив Непреклонный Остекленевший Взгляд В пространство Поверх толпы Как бы Созерцая В небесных Высотах Ему только Одному Видимое Светило Правосудие Агабек В ужасе В бессилии В изнеможении Затих Бывший Судья Вот Когда он Понял На своей Шкуре Как Иногда В глазах Судей Чистейшая Правда Оборачивается Злонамеренной Ложью И ничего Ничего Нельзя С этим Поделать Ничем Нельзя Доказать Своей Невиновности Сколько Раз Ему Самому Приходилось Так же Судить И Заточать В тюрьмы Невинных Людей Только За то Что Их Правда Внешне Выглядела Как Ложь А теперь Вот Его Самого Настигло И поразило Возмездие Приговор Был Суров Пожизненная Подземная Тюрьма Агабек Застонал И вырвал Клок В волос Из бороды Стражники Подхватили Его Вытащили Из ямы Поволокли В подземную Тюрьму Там Он попал Абдуле Полуторному Который Выдав Преступнику Ну так Для начала Десяток Плетей Перепоручил Его Своему Помощнику Свирепому Афганцу Были Пинки Зуботычины Затем С высоты Сорока Ступеней Агабек Покатился Вниз Во мрак И смрад Вскрежет Зубовный Вопли И там Остался Навсегда Получив От судьбы Как раз То чего Был уже Давно Достоин За все Зло Которое Посеял В мире Вот так Вы Всех Судей Которые Так Судят Да Наверное У нас Вся Страна Была Быть Зинданами Покрыта Судилище Продолжалось Купец Просил О возврате Драгоценностей Конечно Подумав Можно было Изыскать Вполне Законный Повод К их Отобранию В казну Тем более Что жалоба На такое решение Наверняка Бы не имела Ухана Успеха Но Драгоценности Принадлежали Не столько Самому Купцу Сколько Его Прекрасной Супруге А перед Нею Вельможа Чувствовал Себя Виноватым Ибо Ни разу После Сундука Не посетил Ее Хотя Она Через Подозванных Старук Дважды Напоминала Ему О себе Но Опасаясь Еще больше Прогневить Ее Зная Всю пылкость И неукротимость Ее нрава Он Решил Во избежание Послать И в подарок Драгоценности Через Купца И Приготовился Закончить Суд В его Пользу Ищите Бесцы Звучно Возгласил Он По елику Установлено С полной Достоверностью Что Перечисленные Выше Драгоценные Предметы Принадлежат Купцу Рахимбаю Сыну Кадыра Имеющему Лавку В меняльном Ряду Но тут Его речь Была Дерзко Прервана Возгласом Из толпы Защиты И справедливости Стражники Зверя по щереси Рванулись В толпу На дерзкий Голос Вельможа Подавился Собственным Языком Еще никогда И никто Из простонародья Не осмеливался Вмешиваться В его Судейские Дела Между тем Закон Предусматривал И разрешал Такое Вмешательство Со стороны Вельможа Помнил Об этом Кроме того Мгновенно Сообразил Может быть Кто-нибудь Из придворных Врагов Нарочно Подослал На суд Своего Человека С целью Вынудить Нарушение Закона Дабы Таким Путем Получить Повод К доносу По велительным Движением Руки Он Присек Усердие Стражников Говори Кто там Выйди Вперед И Несказанно Изумился Увидев Хаджу На Средина Гадальщик Ты А где Ты Пропадал Мы Общарили В городе Все Закоулки Разыскивая Тебя Держась Ближе К истине Он Должен Был Был Сказать Разыскивая Твою Голову Ибо Именно Такова Была Подлинная Сокровенная Цель Его Поисков Но Об этом Он Разумеется Умолчал Однако Подал Тайны Безнад Далее Благоволение Аллах Купец Промолчал Отвернулся Он Не забыл Своих Десяти Тысяч Таньга Перекочевавших В карман Этого Плута Гадальщика Где Ты Пропадал Повторил Вельможа Свой Вопрос Я Удалился Из города По своим Делам Узиятельный Князь А теперь Вернулся И как раз Вовремя Чтобы дать На этом Суде Весьма Важные Показания Направленные К торжеству Справедливости Ты Хочешь Дать Показания Какие Же Относительно Драгоценностей Об их Законном И Неоспоримом Владельце Владелец Известен Он Перед Нами Указал Вельможа Нарахимбая Который Уже Забеспокоился Зашевелился Предчувствуя Какой-то Новый Подвох Со стороны Гадальщика В этом И Сокрыта Ошибка Ответил Хаджан Асредин Мне Доподлинно Известно Что Многопочтеннейший Рахимбай Не является Законным Владельцем Этих Драгоценностей Они Принадлежат Другому Лицу Как Это Другому Закричал Набухая Кровью Меняло Как Это Я Не Я 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 Ты Не Я Но И Не Ты А Некое Третье Лицо Какое Там Еще Третье Завопил Меняло И Для Чего Допускают На суд Разные Темные Басики И Бродяги Вельможа Поднял Руку Призывая К Тишине Выждав Он Сказал Гадальщик Твои Загадки Здесь Неуместны Что Хочешь Ты Сказать Мне Самому Доподлинно Известно Кто Владелец Этих Драгоценностей Ибо Я Самолично Имел Случай Увидеть Их Уже Давно Задолго До Сегодня На одной Мне Известной Особе Он Поперхнулся Ибо Дальше Следовало Имя Арзивиби Произнести Которое Перед Купцом Он Не Смел Зная За собой Свои Грехи Истинно Так Подхватил Хаджана Средин Но Еще Раньше Чем Сиятельный Князь Впервые Задолго До Сегодня Узрел Эти Драгоценности На Одной Известной Даже Весьма Известной Ему Особе Еще Раньше Говорю Я Они Принадлежали Не Рахимбаю А Другому Лицу У которого Были Упомянуты Рахимбаем Незаконно И Насильственно Отторгнуты В свою 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 Пользу Ложь Закричал Купец Чарная Гнусная Ложь Это Лицо Сейчас Находится Здесь Продолжал Хаджана Средин Не смущаясь Воплями Купца Вдова Подойди К помосту Покажись Властительному Судье Из толпы Вышла Вдова Стала Рядом С Хаджана Средином Вельможа Молчал В замешательстве Слишком Все это Было Неожиданным И появление Гадальщика И его Показания И вдова Между тем В толпе Началось Волнение Требовалось Немедленно Его Погасить Гадальщик Грозно И гневно Возгласил Вельможа В твоих Словах Я не усматриваю Ничего Кроме Злоумышленного Намерения Очернить Кровитое Купца Рахимбая Откуда Можешь Ты знать Истину Это Твои Доказательства Почему Я должен Тебе Верить Откуда Взялась Эта Женщина Ложь Подвизгивал Снизу Меняло Это Все Ложь И Хитрое Жульничество А Также Возмущение И Спокойствие Среди Простого Народа По Ирику В Словах Гадальщика Мы Усматриваем Преступное Намерение Продолжал Вельможа Подав Знак Песцам А затем И стражникам Которые Поспешно Извлекли Свои Веревки Из-под Халатов И По Элику Подобные Дела Подлежат Закончить Ему Не Не Удалось Где Мои Доказательства Откуда Я Знаю Воскликнул Хаджан Ассередин Сделав Шаг Вперед Это Все Открылось Мне В Гадании Правдивость Которого Уже Известно Сиятельному Судье Как Равный Купцу У Меня Сейчас Нет Под рукой Волшебной Книги Но Я Обойдусь Без Нее Не Давая Вельможа Помнится Он Устрашающе Задвигал Бровями Вверх И Вниз И Начал Тяжело Дышать Как Бы Вздымая На Плечи Великую Тяжесть Затем На Туже Систорг Из себя Глухой Загробный С Подвыванием Голос Вижу Вижу Сундук И Вижу Сидящих В этом Сундуке Что Это Не Обманывает Ли Меня Мое Духовное Зрение Блистающий Великолепием Носитель Власти В каком Жалком Виде Где Его Борчовый Халат С медалями Где Сабля С ним В сундуке Соседствует Некто Вельмож Задохнулся Побелел Несмотря На сильную Шаруп По его Телу Прополз Ледяной Озноб Как бы От прикосновения Стального Лезвия Призрак Дворцового Лекаря Встал Перед Ним И Кровь Замедлилась В его Жилах Черная Бездна Разверзлась У самых Его ног Еще Минута Еще Два Слова И он Погиб Неотвратимый Безвозвратно О проклятый Гадальщик Остановить Его Остановить Во что Быто Ни Стало Как раз На счастье Гадальщик Прервал Своё Возглашение Словно Бы Вглядываясь В глубину Постигаемого Вильможа Понял Только Эта Минута Спасительна Следующая Несет Гибель А почему Ты сразу Не сказал Гадальщик Что истина Об этих Драгоценностях Открылась Тебе В гадании Воскликнул Он С дружеским Упреком В голосе Сказал Бы Сразу Тогда Не было Никаких Излишних Разговоров По элику Правдивость Твоего Гадания Нам Известно Проверено И установлено И не Может Никем Опровергаться У меня Есть И другие Доказательства Заметил Хаджан Осредин Пусть Взглянет Сиятельный Князь На толпу Влево От себя Вельможа Глянул И окаменел Милостиво Аллах Из толпы Смотрела На него Ухмыляясь И подмигивая Единственным Желтым Глазом Та Самая Плоская Страшная Рожа Что Предстала Ему Тогда На Кладбище Из-за Надгробья И не только Ухмылялась Но Тайком Из-под Халада Показывала Рукоять Его Золотой Сабли Не сразу К вельможе Вернулось Дыхание Он Побледнел Лицо Его Как бы Растаяло Только Усы Чернели Он Не мог Оторвать Глаз От От Этой Гнус Най Рожи Голос Ходжина Средина Привел Его В себя Если Понадобится Осиятельный Князь То Могут Быть Представлены И еще Доказательства Не надо Вполне Достаточно Отозвался Вельможа Преодолев Сво Оцепенение Теперь Дело Прояснилось До конца И мы Переходим К приговору Какая-то Странная Притягательная Сила Неотступно Влекла Его К страшной Роже В толпе Не удержавшись Он бросил Налево Мгновенный Косой Взгляд И весь Опять Содрогнулся Ходжина Средин Понимая Что Делается В его Душе Подал Вору Тайный Знак Удалиться Вор Исчез Вельможа Вздохнул Свободнее Песцы Вечеркните Все Что записали Раньше Касательно Драгоценностей Приказал Он Даже Лучше Вырвите Со всем Эти листы И начните Новые Пишите По элику Установлено С полной Достоверностью На основании Многих Неопровержимых Доказательств Что Упомянутые Драгоценные Предметы Принадлежат Женщине Вдове Саадат Услужливо Подсказал Хаджана Средин Женщине Вдове По имени Саадат Продолжал Вельможа То согласно Закону И справедливости Должны Быть Ей Немедленно Возвращены Здесь Послышался Вопль Минялы Как Это Ей Возвращены Драгоценности Принадлежат Мне А вовсе Не какой-то Вдове До сих пор Он Безмолвствовал Так как Ничего не мог Понять В происходящем Хотя Чувствовал Что-то Неладное Для себя Но Когда Речь Зашла О драгоценностях Он Возопил Какой Это Суд Кричал Он Где Они Эти Многочисленные Неопроверчивые Доказательства Я Не вижу Ни одного Это Новый Коварный Замысел Против Меня Пусть Будет Мне Предъявлено Хоть Одно Доказательство Люди Добрые Он Повернулся К толпе Вы Слышите Видите На Ваших Глазах Грабят Честного Человека Добрые Люди Будьте Свидетелями Толпа Загудела Отзываясь Ему Шутками Смехом Язвительными Возгласами Какой-то Мальчишка Закричал Перепелом Второй Залаял Третий Замяукал На площади Восник Беспорядок Нестерпимый Недопустимый Перед лицом Начальства Купец Рахимбай Волкни Глянул Вельможа Ты Возмущаешь Народ Против Законной Власти Не Заволчу Выпил В выступлении Купец Драгоценности Мои Я Платил За них Деньги Шум и Волнение На площади Возрастали Необходимо Было Угомонить Купца Но К этому Вельможа Не видел Никаких Способов Ибо Купец Впал В Такое Нистовство Что Уже Ни Увещевания Ни Уговоры Не Могли Образумить Его Тогда Вельможа Спасая Себя Решился На Крайнее Средство Он Подал Знак Стражнику Сколотушкой Я Пойду Во Дворец Пусть Великий Хан Сам Лично Разберет Мое Дело Кричал Купец А в Это Время К нему Со Спины Подкрадывался Коренастый Дюжий Стражник Держа На Отлете Взнесенную Наискось Сколотушку Пусть Великий Хан Удостоверится Каковы Эти Судьи И Это Было Последнее Что Купец Выкрикнул Колотушка Опустилась На Его Голову Язык Купца На Ладонь Выскочил Изо Рта Глаза Выпучились И Закатились Он Посинел Начал Громко И Часто Икать Валясь Навзнич И Повалился Б Но Вовремя Был Подхвачен Тем Ж Стражником С Колотушкой Другие Стражники Успели Навести Порядок В толпе Пользуясь Затишьем Вельможа Объявил Приговор И Собственно Ручно Отдал Вдове Кошелек С драгоценностями Хотя Все это Происходило Перед Лицом Купца Он Уже Больше Не Кричал И Не Мешал Правосудию Вряд Ли Он Даже Видел Что Нибудь Так Как Смотрел На Мир Из-под Полу Опущенных Век Одними Белками А зрачки Прибывали По-прежнему Где-то Глубоко Подо лбом И Кота Перемежаемая В схрапываниями Сотрясала Его Жирное Тело Так И Был Он Отправлен Домой В сопровождении Трех Стражников Двое Волокли Его Под руки Третий Подталкивал Сзади И Только Перед Калиткой Своего Дома Когда Стражники Усадив Его На Дороге Спиною К забору Чтобы Не падал Уже Ушли Он Опомнился И Долгое Время Ничего Не мог Сообразить Водя По сторонам Бессмысленным Мутным Словно Быть Дымным Взглядом Где Площадь Где Этот Плуд Гадальщик Да Уж Не сон Ли Все Это Где Сумка Он Схватился За левый Бок Сумки Не Была Она Уже Покоилась На дне Одного Ближнего Водоема Набитая Песком А деньги Из нее Приятно Оттягощали Собою Карманы Стражников Купец Купец Скочил Истинная Пошатываясь В съехавший Набок Чалме Устремился Обратно На Судейскую Площадь Там Уже Никого Не было Ни Вельможи Ни Гадальщика Ни Вдовы Судилище Закончилось Толпа Разошлась Площадь Залитая Горячим Солнцем Растилалась Широко И пустынно Перед глазами Купца Словно Никогда И не было Здесь Никакого Скопища Людей Словно Все Что происходило Здесь Полчаса Назад Все это Ему Привиделось Померещилось И пропало Лениво Бродили Два Дозорных Стражника Третий Сидел Раскинув Ноги В тени Помоста И перематывал Трепье На своей Колотушке Сумка Завупил Купец Моя сумка С деньгами Ответом Был громкий Смех И непристойные Ругательные Возгласы Он хочет Еще Кричал Стражник С колотушкой Ему Один раз Мало Придержите Его Я Сейчас Из этих Слов Купец Понял Что С ним Произошло И почему В затылке Он чувствовал Тупую Ломящую Боль Грабители Разбойники Возапилон Бегом Помчался Ко дворцу Провожаемый Насмешливым Гоготом И непристойные Руганью Стражников Что было С ним Дальше Удалось Ли ему Проникнуть Во дворец Принес Ли он Великому Хану Свою Жалобу Чем Закончилась Его Новая Тяжба С Вельможей Все это Нам Неизвестно Как Неизвестна И дальнейшая Судьба Остальных Вергнутого В тюрьму Габека Пылкой Арзибиби И других На этих Строчках Они уходят Из нашей Книги В которой Занимали Место Лишь В меру Своего Соприкосновения С Хаджой Насредином Светясь Отраженным Блеском Его Немеркнущей Славы Он Расстается С ними Отблеск Слабеет Гаснет И они Все Погружаются На наших Глазах В непроглядную Тьму Небытия В Мглистые Пучины Забвения Ибо Сами По себе По своему Полному Духовному Ничтожеству Бессильны Оставить В мире Какой-нибудь След Так На обратном Пути К дому Освобождался Хаджан От средин От своих Многочисленных Спутников Которых Послала Ему Судьба В этом Путешествии Теперь Возле Него Оставался Только Вор Вдвоем Рано Утром Они Покинули Многошумный Бурливый Какан Уже Пробудившийся К торгу Базар Далеко Проводил Их Своим Хищным Ревом Навстречу Со всех Сторон От всех Девяти Каканских Ворот Тянулись Вереницы Арб Караваны И всадники Спеша К началу Торговли Новый день Готовился Повторить То же Что и Вчера Кощунственное Служение Богу Наживы Обманов И Хитростей А за городом В садах Еще тенистых И влажных Была тишина Такая Светлая Чуть Подернутая Голубовато Солнечной Дымкой Словно Выродившиеся От небесной Туманной Голубизны И здесь Какан Сказал Хаджина Средину Своё Прощальное Слово За низеньким Ветхим Забором В маленьком Саду Звенели Заливались Тонкие Детские Голоса Открывает Южный Ветер Вишен Белые Цветы День Встаёт Лучистый Светел Солнце Греет С высоты И под Ясный Свист Синицы Под Весенний Гром И Звон Просыпается В гробнице Добрый Старый Турахон Хаджина Середин Остановил Ишака Спешился И почтительно Поклонился В сторону Забора Он кланялся К Аканду Что вознаграждал Его за добрые Труды Этой Песенкой Миновали Последний Сад Началась Низина Рисовые Поля Блестевшие Под солнцем Белым Расплавленным Блеском Отсюда Было Уже Недалеко До Гробницы Дедушки Турахона Хаджина Средин Обнял Вора Мы Расстаемся Кланяйся От меня Турахону Проси У него Сил Для Новой Добродетельной Жизни Затем Было Длительное Прощание С Длинноухим Вор Поцеловал Его В нос И В последний Раз Деревянным Гребнем Расчесал Кисточку На Хвосте Когда Я Опять Увижу Вас Обоих Спрашивал Он Не знаю Не знаю Отвечал Хаджина Средин Помни Только Мир Открыт Тебе Во все Концы Открыт И Мне Может Быть И Встретимся Каждой Разлуке Всегда Сокрыта Новая Встреча На Том Они Расстались С Опущенной Головою Медленно Вор Удалился По Боковой Тропинке Что Вела К Усыпальнице Турахона Хаджанов Средин Поехал Дальше Впереди Уже Слышался Гул И Рок От Большой Дороги Еще Полчаса И Она Приняла Его В свой Мутный Кипучий Поток Глава Тридцать Девятая Заключительная Осталось Немного О том Как вернулась Гюльджан И как Встретились Они С Хаджей Насредином Он Опередил Ее На Один Только День Вернувшись Уже В сумерках Домой Он Сразу Лег Спать Будучи Весьма Утомленным С дороги Постель Он Себе Устроил На Крыше Утром Разбуженный Солнцем Глянул Вниз И Закричал Неистовым Голосом Что Ты Делаешь Презренный Лепешечник Или Ты Решил Стать Еще Инжирником Вопль Этот Был Направлен К Ишаку По Забывчивости Хаджана Средина Ставил На Ночь Открытой Калитку В сад Ишак Забрался Туда И Произвел Великое Опустошение В кустах Инжира Объев Не только Плоды Но и Листья Воспоследовало Изгнание С помощью Палки Потом Хаджана Средину Пришлось Долго Возиться Приводя Инжир В порядок Чтобы Следы Опустошения Хоть На первый Взгляд Не так Бросались В глаза А Впереди Была еще Куча дел Отнести Кумган В починку Отдать Долг Мяснику Окопать Виноградные Лозы Еще что-то А главное Самое главное Починить Забор К этому Делу Приступил Он Безотлагательно Выкопал Яму Замесил Глину Пополам С нарезанной Соломой А больше Ничего Не успел Сделать Из-за Поворота Дороги Показалась Арба И его Слух Был Сразу Поражен Семью Звонкими Голосами Над которыми Властвовал Восьмой Могучий Принадлежавший Гюльджан Здравствуй Мой Дорогой Супруг Как Ты Здесь Жил Без Меня Да Ничего Себе Говорил Хаджан Асредин Снимая Сорбы Поочередно Целуя Подомство Скучал Ожидался Дня на День Вашего Возвращения Гюльджан Опершись На его Плечо Сошла Сорбы Огляделась И увидела Брешь В заборе А что Ж Забор Смутившись Хаджана Средин Потупил Глаза Да Все Как Ты Знаешь Некогда Было То одно То другое Вот и Не успел Посмотрите Вознегодовала Гюльджан Посмотрите На этого Человека За Три Месяца За Целых Три Месяца Он Не Смог Сделать Даже Такого Пустячного Дела Заканчивая Нашу Вторую Книгу О Хаджана Средине Мы От всей Души Хотели Удостоверить Читателя В счастливом Конце Для всех Упомянутых Нами Которые Достойны Такого Конца Не Исключая Разумеется И Мудрого Старца Из Братства Молчащих И Постигающих Дервишей Но Истина Обязывает Нас К Скорбному Признанию Старец Не Дождался Возвращения Хаджина Средина Умер Или Выражаясь Его Языком Перешел В иное Высшее Состояние Возможно Сам Старец И не Считал Свой Переход Прискорбным И Даже Наверное Так Но Мы Далеко Еще Не Достигшие Высот Его Мудрости Не В силах Скрыть Грусти Охватившей Нас Над Его Безымянной Могилой Ибо Он Умер Как И Подобало Истому Дервишу Никому Не Назвавшись И В этой Безымянности Его Могила Неожиданно Обрела Высокий Всеобъемлющий Смысл Здесь Покоится Человек Именно Именно Так И Понял Эту Могилу Хаджана Средин Который О смерти Мудрого Старца Узнал От Нищего Позаботившегося Похоронить Его Этот Нищий Проводил Хаджу Нас Средина К Могиле Дорогой Рассказал Я Был При Нем До Последней Минуты Он Умирал Молча Нерушимо Соблюдая Свой Обед И Лишь Перед Самым Концом Прошептал Возьми Деньги В Изголовье И Скромно Похорони Мое Тело Все Что Останется Раздай Бедным Он Умер С таким Просветленным Лицом Я Даже Удивился Оставь Меня Одного Попросил Хаджана Средин Провожат Ушел Тогда Он Опустился На колени Перед Могилой Не Имевший Сверху Даже Простого Камня Впрочем Жизнь Сама Позаботилась Об украшении Могилой Уже Проглядывала Там И здесь По холмику Молодая Травка А в Изголовье Нашел Себе Приют Маленький Цветок Синя Капля Упавшая На могилу С неба Вместе Со Вчерашним Дождем Допоздна Оставался Хаджана Средин На кладбище Ведя Мысленную Беседу С усопшим Кладбище Погрузилось Во тьму Повеяло Свежестью Зажглись На темном Небе Звезды Хаджана Средин Сказал Прощай Мудрый Старец Изредка Я буду Приходить К тебе И услышал Благожелательный Ответ Передавшийся В его разум Через сердце Не словами А теплой Волной Об озере Не беспокойся Продолжал Хаджана Средин Я выполнил Все по твоему Разумению И получилось Как нужно Я рад Если хоть Чуточку Помог тебе Своей скромной Помощью Перейти На высшую Ступень Твоего Бессмертного Бытия Но в одном Я повинен Я так и не Нашел Своей веры Говоря по правде Я понадеялся На твое Обещание Подсказать А ты взял Да и Того Перешел Не дождавшись Теперь я попытаюсь Конечно сам найти Не знаю Выйдет ли что-нибудь Величава И торжественно В содружестве Звезд Плыла земля Сквозь Голубую Мглу Ночи Ветер Шелестел В деревьях Кричали Ночные Птицы Благоухала Трава Бельно Увлажненная Росой Билось Сердце В груди Хаджина Средина И во всем Этом Он Вдруг Ощутил С полной Несомненностью Свою веру И понял Ее Хотя Назвать Еще Не умел Переполненный Порывом Восторгом И Беспредельным Счастьем Любви К миру Чувствуя Ответную Такую же Беспредельную Любовь Живого Мира К себе Сливаясь Со всем Сущим Вокруг Но не Растворяясь В нем И Сохраняя Себя Он Шагнул В одно Из тех Драгоценных Мгновений Что Заприкасают Человека С великим И вечным Круговоротом Жизни Куда Смерти Доступа Нет И Не Будет Его Вера Все громче Звучала В его Душе И Переливалась Через Края Но Слово Для Для Нее Неповторимого И Единственного Он В своем Разуме Не Находил А между Тем Чувствовал Что Оно Есть И Где-то Близко Он Напрягал Все силы Дабы Пламя Из Его Души Поднялось В Разум И Зажгло Его Этим Великим Словом И Когда Казалось Ему Он Уже В Конец Изнемог От Непомерных Усилий Слово Это Вспыхнуло В нем Блеснуло Сверкнуло И Перелетев На Уста Обожгло Их Незримым Огнем Жизнь Жизнь Воскликнул Он Вздрогнув И Затрепетав Не замечая Слез Сруившихся По лицу И Все вокруг Дрогнуло Затрепетало Отзываясь Ему И Ветер И Листья И Травы И Далекие Звезды Странное Дело Он Всегда Знал Это Простое Слово Но Проник Во всю Его Бездонную Глубину Только Сейчас И Года Проник Это Слово Стало Для него Всеобъемлющим И Бесконечным С того Памятного Дня Когда ему На могиле Старца Открылось Вещее Слово Он Начал Жить Уже Не так Как Раньше Он Начал Жить В Ясности Не Смущаемый Никакими Сомнениями Не Угнетаемой Путаницей Кажущимся Хаосом Мира Ибо Имел Ко Всему Верный Истинный Ключ Но Рассказ Об его Дальнейшей Жизни Это Новая Книга Писать Которую Будет Уже Кто-то Другой Наш Наш Преемник Идущий За нами Следом А наши Труды Окончены Мы Прощаемся На этом С Хаджой На Срединам Душу Мы Вернемся Вернемся К нему И Вступим В мысленную Беседу С ним По Различным Поводам И случаем Что нам Встретятся На Жизненном Пути Но Пером На Бумаге Никогда Уже Не Вернемся Ибо Сказали О нем Все Что Знаем И Что Хотели Сказать 1954 год Закончена на этом Книга Леонида Соловьева Повесть О Хадже На Средине Мудрая Книга Которая Учит Нас Любви К Жизни И Которую Так Необходимо Читать Нашим Детям Мне Было Очень Легко И Приятно Ее Читать Надеюсь Вам Было Интересно Ее Слушать До Следующих Встреч Детям Детям Детям